Праздник! Хороший! Традиционно, самые популярные в Крыму для крещенского омовения, Южное побережье и Евпатория. Именно здесь, на западе полуострова, развита культура купания зимой. Однако стартуют праздничные мероприятия, разумеется, в храме, где можно запастись святой водой, поставить свечку и обратиться к Богу. Конечно же, в этот день особенно это важно для души и для тела, потому что мы с вами знаем, что чистота телесная, она собой символизирует чистоту нашей души, нашего сердца. И в этот день православные христиане, погружаясь в морские воды, именно просили у Господа, чтобы Он очистил также их души и сердца. Затем эпицентр празднования перемещается на пляж. Сюда приходит и активная молодежь, и пенсионеры, и даже дети. Стаж некоторых крещенских купальщиков составляет не одно десятилетие, но впечатления от захода в Зимнее море каждый раз новые. Обалденные, обалденные ощущения прилива всего, ну и очищение. Чувствуется, конечно, холодно-холодно. А вышло сейчас хорошо, в колике. В церкви был и решил, что надо нырять. И вот теперь лет 10 как ныряю. Хоть нынешняя зима щадящая для верующих, войти в море все равно испытания с уверенностью подтверждают люди, купающиеся в зимней воде не только на крещение моржи. Вода сейчас 4-5 градусов, не выше. Так что вода зимняя, вода зимняя. Были морозы, поэтому вода охладилась. Была 8-9 градусов вода. А сегодня 4-5. Мы взяли термометр, но еще не вытащили. Решили, люди разойдутся, померяем все-таки в какой воде. На этот раз крымским купальщикам упростили задание. Один из пляжей города оборудовали специальными пунктами обогрева, где можно переодеться и прийти в себя после погружения в воду. На высоком уровне и обеспечении безопасности в море дежурят спасатели. На лодке и у берега подают руку женщинам, а также тем, кто почувствовал себя плохо или неуверенно. На суше карета скорой, полиция и пожарные. Холодная вода – это всегда опасно, потому что могут схватить и судороги, и переохлаждение организма. Поэтому мы это все оборудовали, проверили дно на наличие опасных предметов и камней. И, в принципе, сегодня обеспечиваем безопасность. Купаться на крещении можно и даже нужно. Правда, при этом соблюдая элементарные правила техники безопасности. Перед тем, как зайти в воду, необходимо тщательно разогреться, но ни в коем случае не спиртным. Находиться в море специалисты не рекомендуют дольше минуты. Это для того, чтобы не переохладиться. А уже на выходе обязательные атрибуты – теплый плед или халат и горячий чай на травах. Были на ожившем зимой пляже, и те, кто подошел вплотную к водену, погрузиться так и не отважился. Зрители крещенских купаний уверяют, глядя на других тоже получают заряд энергии, которой хватит на целый год. Самое главное в крещенском купании – не переусердствовать. Несмотря на ряд ограничений, люди уверены – в такой день вода, пусть и холодная, позволяет избавиться от недугов и выполняет желания. По предварительным оценкам спасателей, в 2018-м в Зимнее море и другие водоемы в Крыму погрузилось больше 7 тысяч человек. На деле эта цифра оказалась еще более высокой. 19 января купаться можно до наступления темноты. Тарас Брезицкий, Александр Рыбин, Служба новостей ИТВ, Евпатория.